Которые не скоро портящиеся. Дилуром Хафизова каждую неделю возит сыну Илхому Хафизову в СИЗО продукты. Илхома сейчас судят, инкриминируя статью 307 Уголовного кодекса страны, обвиняя в принадлежности к движению Салафия, направлению в сунитском исламе, запрещенному в Таджикистане. Данное обвинение подразумевает от 5 до 8 лет лишения свободы. Привет, мама, большое спасибо. Все, что прислала, я получил. Всем передавай привет. Мама, у них нет никаких доказательств. Прошу, не грусти. Все будет хорошо. Илхом Хафизов. Дилуром уверена, что ее сын не Салафит и не нарушал закон. На всех фотографиях, которые она показывает, Илхом без бороды и других салафитских атрибутов. Кроме показаний друга ее сына, нет никаких доказательств его вины, считает мать. Но несмотря на это, она боится, что сына все равно осудят. По словам Дилуром, за время, прошедшее со дня ареста Илхома, она познакомилась с родственниками нескольких парней, осужденных по этой же статье, при минимальных доказательствах наличия их вины. Я стопроцентно уверена, я знаю, что мой сын не является салафитом. Салафия пропагандируют и имам Хатибы, настоятели некоторых мечетей. Так, по данным МВД, в этом году были задержаны 14 имам Хатибов. Это при том, что правоохранительные структуры и комитет по делам религии страны проводят проверку и аттестацию, как при назначении на должность имам Хатиба, так и ежегодно. Но в комитете с этими данными не согласны. По теме недавно задержанных с Агдийской области имам Хатибов мечети, я хочу уточнить, что из этих 14 человек, нарушивших закон о запрещенных религиозных течениях, 12 человек – бывшие Хатибы. Только двое из них были действующими служащими мечетей, которые прошли специальную аттестацию. С каждым годом наказания за участие в запрещенных религиозно-экстремистских движениях в стране становятся более жесткими. Но, по мнению экспертов, проблему нужно решать другими методами. Ведь растущий авторитет этих организаций обусловлен бедностью и низким уровнем религиозных и правовых знаний. Также в стране слабо развита светская инфраструктура. При малом количестве театров, библиотек, площадок для общения молодежи, клубов и кружков по интересам, особенно в сельской местности, говорят эксперты, мечеть становится единственным местом, где люди могут встретиться, поговорить, обменяться мнениями. А здесь им не всегда предлагают то, что нужно. Анушер Вонарипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан.